Всем здорова и сегодня мы поговорим с боссом одной маленькой компании, которые занимаются ремонтом квартир в США. Он нам расскажет много интересного в этой сфере и не только. Ну в общем о жизни в США. Небольшая рекламная пауза и мы начинаем наш диалог. Погнали! Баунти! Здравствуйте! Как у вас дела? В Америке лучше всех живется знаешь кому? Пенсионерам, инвалидам, кошкам и собакам. Где вы с какого? У меня тоже нормально. Вы откуда? С какого города? В данный момент, да. Водителем работаете? Нет. А кем? У меня строительная компания. Ага. Давно в Америке? Тринадцать лет. Ай-яй-яй-яй. Откуда уезжали? Я родом из Одессы. С Одессы. Все переехали. Семья, дети. Ну естественно. А какой смысл мне ехать одному? Ну я не знаю, может быть у вас там цель преследования заработка. Нет. Цель одна. Чтоб мои дети не имели никаких проблем и получили хорошее образование и после этого имели хорошую работу. Все. А с какого года вы в Америке? Ну посчитай. Тринадцать лет назад. Посчитай и все будет понятно. Ну понятно. А так вообще, вы сразу открыли свою строительную фирму? Или как вообще? Нет. Нет. Через полтора года. Только. Угу. Сами обустроились как? Частный дом, квартира? Частный дом хотел взять, но нет смысла. Дочь я уже взрослая. Угу. И она от нас валит. Нафига мне хоромы. У меня в хорошем районе Вернхиллз. Угу. Другого озера. Все красота. Квартира. Все дела. Отлично вообще. Ну а так, вы в своей строительной фирме кем являетесь? Кем я являюсь? Играющий капитан. Я босс. Ну вот я и хотел это услышать. Ну у меня есть люди, которые работают, но... А что строите? А? Что строите? Ну если ты знаешь английский, то я тебе скажу. Моя компания называется Complete House Remodeling. А какие дома? Из чего? Ты слышишь, что я говорю? Complete House Remodeling. Ну переведите. Ну я не строю новые дома. А, вы старает. Это не моя компетенция. Реставрировать? Комплексный ремонт и переделка домов. Все, что они хотят поменять внутри, финиш. Все я делаю. Паркет, стены, потолки, мебель. Сколько в вашей компании народу заработает человек? Ну сейчас, на сегодняшний день 6. 6 человек. И вы все это время, вот у вас такая небольшая компания, да? Ну да, small business, но зачем мне больше? Ну а так вообще, если не секрет, доход месячный у вас. Десятку зарабатываете? Да нет, больше чем. Чуть-чуть больше? Двадцатку? Тут не считается, ну у меня этого нет. Ну я понимаю, у вас же не оклад, у вас там... Ну, работа идет по-разному. Можно за час заработать 500 баксов, а можно за 2 часа заработать 350 баксов. Но тут годовая, скажем так. Ну а годовая примерно? Годовая чистая у меня выходит где-то 87-88 тысяч. Ну а так вообще, проживание как в Америке? Дорого все, да? Вы... А, что? Я не понимаю, какое проживание ты имеешь в счете? Ну допустим, содержание вашей квартиры в месяц сколько вам обходится? Асессмент я плачу 313 долларов 75, по-моему, центов. Я уже почти не помню. Я за это не думаю. Понятно. Оно меня беспокоит. Ну, понятно. Ну а так вообще, в семье машины какие-то есть вообще? Чего добились-то вот? Что заработали такое, что прям не стыдно сказать? Вот я заработал столько, уехал там. Ну а что? Тут каждая жопа ездит на машине. Поэтому у меня машина, у жены машина, у дочки машина. Хорошие? Ну я знаю. Кто, что выберет? Дорогие? Секс-файв. Мазда спортивная у жены. Спортсменки. Понятно. Так вообще, сколько, допустим, у вас на сегодняшний день стоит? Там литр молока? Или булка хлеба? Какие расценки? Честно скажу, цены разные, потому что разные бренды. Но я же никогда ни на жратву не считал ничего. Мы за это вообще не думаем. Нам надо, мы поехали купили. Все, децид. То есть, в смысле, децид это по-английски. И все. Надо мне, я поехал купил, все. Мы за это не думаем. За жратву? Боже, мы даже это в бюджете не можем. Я не говорю, что там, думаю, ну, я вот знаю цены, да, там, сколько у нас булка хлеба стоит. У нас он там, там, сколько она, 40 рублей булка хлеба стоит. Давай так я тебе скажу, есть полтора бакса, есть четыре с половиной бакса. Ну, как я тебе могу рассказать? Что ты хочешь? Ты хочешь итальянский? Или ты хочешь бородинский? Бородинский будет стоить хлеб, ну, два, пятьдесят. Понял. Да не, просто, что ты покупаешь, мог бы то и сказать, не обязательно. Среднерыночный, зачем? А мы, ну, все, мы все покупаем. Что, хоть и то и покупаем, мы за это не думаем. И за бензин тут же нам по барабану. Я вообще не знаю, что такое. Мне надо заправиться, я заправил, я все. Это первое время, когда не было бабок, не было нормальной работы, блин, да. Я первое время, бля, я смотрел, е, перни, я-то, сколько бабок на бензин уходит, ты ж надо поехать, заработал, минус бензин, опа, минус. Сейчас, но, никто про это не думает. Заливает, да, сколько надо. Ну, стабильная работа есть, да? А как, как вообще у вас там эпидемия сейчас, на сегодняшний день? Есть какие-то ограничения? Не, ограничений нету, но все кричат в один голос, что там, типа, коронавирус. Надо соблюдать, да? Кстати, не, ну, в масках, в магазин заходить, это стопудово. Потому что никто тебя не пустит без маски туда. Ну как? Тут немножко по-другому. У тебя нет маски, тебе дадут маску. Вот, но ты должен ходить в маске, в любом случае, понимаешь? А вот смотри, вы работаете сами на себя, да? Как вообще у вас вот медицинское обслуживание? Вот я знаю, в Америке там есть такое понятие, как организация тебе платит, да? Как бы, есть страховая твоя. А вот вы, вот как... Ну, в моем варианте я имею insurance, медицинский, medical insurance. Ну, то есть, медицинская страховка. Ага. А у вас паспорт? На зубы, там дополнительно на зубы, на... И не дай бог. Но, слава богу, ни разу не обращался. А у вас уже паспорт, да? Да, я гражданин. Ага, уже все. Ну, а так вообще в Америке дорогое, да, медицинское обслуживание? Вообще. Очень дорогое. Очень дорогое. Но есть моменты, если у тебя небольшой заработок, ну, скажем, я что имею в виду, что как бы типа у тебя ниже среднего заработка твой доход, то государство предоставляет бесплатную медицину. Бандосов много? Жулики, бандиты, как криминальный мир вообще там? Спокойно ли ходить? У нас в городе тишина и порядок. А заедть туда ближе, в Чикаго, особенно на Саус, они там друг друга вечно молча стреляют, блин, там, каждый день, блин. Я там не живу, и другие такие, как я, тоже не хотят там жить. Зачем? Я живу, можно сказать, в одном из самых шикарных, дорогих районов. Здесь 3 секунды и 500 машин полиции, 100 машин медицинской и пожарной помощи. Все сразу приезжает. Понятно. Ну, а вообще, вот я смотрю, да, вот, вы говорите, все шикарно. Вы, у вас просто получается небольшая фирма по ремонту там каких-то зданий, квартир. И этого вполне достаточно, чтобы вот так жить шикарно, да, там? Да. Просто я вот говорю, допустим, если вот у нас возьмем сейчас, да, если здесь вот будем мы так вот заниматься, ну, в пример, я себя возьму, буду так вот, да, открою, возьму себе там 5-6 человек, которые будут заниматься какой-либо отделкой, я не смогу просто жить в таком элитном, дорогом там районе. Почему? Ну, потому что здесь расценки, ну, другие. Да, или вы, наверное, не понимаете, ну, ты не понимаешь одну вещь. Вот у тебя есть 6 человек. Ну. Каждый должен приносить тебе прибыль. Поним? Ну, я понимаю. Это, это закон бизнеса. Ну, я понимаю. На фиктамине иметь кого-то кормить, и ты с него должен что-то поиметь. Ну, это понятно. Он должен тебе приносить прибыль. Если это не перспективно, работай один, больше заработаешь. Ладно, давай. Давай, квадратный метр плитку положить, допустим, на пол. Квадратный метр, стоп, в секунду. Подожди, тоже сквер-футы. Так что квадратный метр это... Ну, вот смотри, получается... Подожди, секунду. Давай, давай. 11 сквер-фут, это 1 квадратный метр. 11 сквер-фут, 1 квадратный метр. Значит, здесь, я беру за плитку, если это на пол, и только положи. Минимально. Ну, ничего не надо делать, подготовки, нифига. Просто прийти, положить плитку. Ну да. И затереть его затиркой, да? Ну да. Ну да. Как его там называется. То есть положить граут, по-английски это граут. Ну, то есть затирка между швами. То это от 6 долларов. От 6 до 12 баксов за 1 сквер-фут. Теперь 6, берем среднее. 6, ну, окей, давай так. Ни туда, ни сюда берем среднее. 6 баксов умножь на 11, и получится 66 долларов за квадратный метр. 66 долларов за 1 квадратный метр. Понял. Интересно. А вот еще такой вопрос. Почему в Америке в основном 5-4 этажные дома строят из дерева? Ну, до, до, но 4-х этажных нет. А, вернее, стоп, извини. Ну, нет, сейчас уже поменялся код. Сейчас можно до, до 4-х этажей все это из дерева. Но это, трудно сказать, что это из дерева на самом деле. Потому что выглядит это все как каменный дом. Ну, вот тебе, пожалуйста. Я тебе покажу, хочешь? Давай. Видишь? Ну, да. Но это же, это уже, наружный фасад уже просто обделанный. А я говорю, вообще, он же, он же там из прессованного дерева, что ли? Фанеры, щиты, там. Не, 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 никого прессованного дерева. Но, 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 все натуральное. Это называется стабилик, тубайфор, стад. И, все мощно, красиво. И, все жестко держится. И выдерживает, ну, hurricane, который проходит. Но, что, какой плюс, здесь четко все по ходу. Понимаешь? И, идет drywall, допустим, да, на стене. Ну, drywall это по джи. Гипсокартон. Ну, да, да, да. Drywall, сухая стенка. Угу. Так оно. Они называют его drywall. Dry это сухой, wall это стена. Вот. То есть, с гипсокартоном это все закручено. Но, эти стаби, которые стоят. Если тебе где-то что-то надо прикрутить, ты четко знаешь, что через каждые 16 инчей, ты попадешь точно в него. Тебе не надо ничего выдумывать. Точно в него попадешь, закрутишь, где тебе надо. Если тебе надо провести где-то кабель, нет проблем. Не надо срывать стены, не надо ничего штробить. То есть, это... Короче, все четко делается по стандартам. Вот, по этим... Да, по коду. По коду. По коду, вот, да. По босту. Угу. Понял. Тут здесь все четко. Тут нельзя уйти влево-вправо, нельзя. Потому что иначе ни один инспектор это не примет. Угу. А как вы вот начинали у вас? Были навыки английского языка вообще? Какие-то начальные, там, базовые? Ну, конечно. Конечно, у меня были, ну, школьные. Только, когда я сюда приехал, я понял, что я учил britannish english. А здесь работает только american english. Ты в курсе их два? Есть britannish english, есть american english. Ну, я так понимаю, что есть технический, а есть разговорный. Не-не-не. britannish, это чисто английский. Понял? А есть american english. Американский английский. Угу. Поэтому, когда ты с ними начинаешь говорить чисто по-английски, они тебя не понимают. Угу. Соответственно, ты их тоже не можешь толком понять. Плюс они глотают, слова сокращают, когда говорят быстро очень. Угу. первое, что у меня было, это я всегда говорил, I'm sorry, my english is not good. Please, slowly. Ну, медленнее, пожалуйста. А, it's okay, it's okay. No problem, no problem. Ну, и тогда тебя начинают пытаться сказать. Если ты говоришь, что неправильно, они тебя поправляют. А, окей, я уже тебя, помню, записал. Ага. Ха-ха-ха. Ну, вообще, все четко, да, в Америке? Вот вообще, как бы, и не только со стройкой. Вообще, как бы, там рулит закон, да? Ну, и менталитет, наверное, такой. А, на самом деле, так, и люди очень сильно ответственные в этом плане. Угу. То есть, никто не выпендривается здесь. Тут нету мажоров и всего остального. Когда, я же не привык к этим дорогам, хотя они очень удобные. Карманы налево, направо. Я стою тут, бах, и автоматически, знаешь, как, загорелась стрелка налево. Ага. А мне надо прямо. И я трогаю, блин, дорогу, ну, машин нету никаких. Я трогаю, и там зеленые, эти хлоп встали, а я уже, оп, меня все пропустили. Никто мне не сигналил, не факал, ничего. Пропустили. Давай, 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 проезжай. Угу. То есть, как бы, понимаешь, ну, в этом плане, да. И даже, если где-то нет кармана, а ты выезжаешь, где-то, ты встал, блин, и стоишь с поворотом, и идет трафик, да, там, светофор стал красный, никто не будет засовываться там, знаешь? Они не уверены, что тебе надо повернуть. Он останавливается и показывает тебе рукой, типа, давай, проезжай. Всегда, всегда. Всегда. Значит, вывод, солидарность на дороге тоже присутствует. Как и кот везде в стройке, да, есть солидарность. Не, не просто присутствует, она есть сто процентов всегда. Да. Понятно. Ну, а что, правда вообще, то, что вот полицейские бывает, могут просто пальчиком погрозить и не выписать протокол, сказать, ай-яй, больше так не делай, да? Да, такое есть. Как вот по поводу погоды, часто бывают вот эти ваши хорикейн? Ну, где я живу, вообще их не бывает. Они у нас все время остальное обходят. Про зимнюю резину не можете рассказать там, допустим, вкратце, вот по штатам? Где-то шипы используются, где-то нет. Когда начинается там какое-то ДТП в Америке, там просто, я не знаю, там друг в другу, там целые гармошки. Шипы, шипы здесь, ну, где я живу, просто категорически нельзя брать. Потому что здесь запрещено. Никогда, не, не запрещено. Ты можешь, но ты же будешь как коровы на льду на асфальт. Тут нет снега на дороге. Какая бы зима не выпала, они убирают так, что везде куча снега, а дорога чистая, черный, классный, ну, мокрый, на асфальт. Рыбалка, охота, чем занимаетесь? Может, спортзал, фитнес? Ну, охота нет. Нет? Охота нет, ну, можно было бы, я с удовольствием бы, но нет времени. Надо работать, пока дотсю на ноги не поставим. А, ну, рыбалка, да. Это мои. Понятно. Ну, конечно, интересно было послушать про охоту, там, по оружию, по оружию, там же вообще более такие лояльные законы к оружию, наверное, да? Да, без проблем, даже без разрешения ты можешь взять. Да, единственное, что ты должен будешь купить, ласин, на лайсенс, ну, это как, типа, права, да? Лицензия? Ну, типа, лицензия, да. Ты должен взять, и, ну, на сезон охоты, у тебя должен быть этот лайсенс, и где будет указано, что ты будешь купить. А, ну, это я понимаю, это путевка, да, это разрешение на оружие, это путевка на охоту, лицензия. Ну, лицензия на оружие тебе не надо. А, не надо, прямо покупаешь так, чисто для себя, в дом, вот, допустим, в частный дом нужно там рулье. Пошел и купил, да? тебе не надо никакого разрешения, ты пошел взял, и единственное, что, если ты пошел на охоту, то... нужно приобрести лицензию. взялать на стрел. Ну, понял. Потому что они по сезону там гуся стрелять, оленя, косулю, то есть... По улицам не бегают вот так вот, не хулиганят? Просто... В смысле? Нет. Ну, оружие получается практически в свободном доступе. Хулиганы. Не-не-не-не. Ну, Хосим был доволен Трампом, но у него сейчас это не очень получилось. Что будет, когда придет Байден, никто не знает. Люди пенсионного возраста как живут в Америке? Им становится сложнее жить, вот уйдя человек на пенсию? Да. Сразу рассказываю. В Америке лучше всех живется, знаешь, кому? Пенсионерам, инвалидам, кошкам и собакам. Медицина вся, полностью бесплатная, вообще. Понимаешь? И вообще огонь. А проезд? Какой проезд? Сел, поехал, заправился. Они ездят, тут бабушки ездят по 90 лет на машине, блин. На таких кабинаках, что тебе не снилось, блин. Офигеть. У нас автобусов нет, где я живу. Вообще нет. Ни автобусов, ни трамваев. А, просто машина, что ли? Ну, все, каждая жопа ездит на машине, извините. Ну, значит, пенсионеры живут вот так вот в Америке, да? Все бесплатно, все, пожалуйста, но надо дотянуть еще до этого возраста. Ф1, да, форма, да, форма Ф1. Ты не имеешь своей квартиры, да? А ты пенсионер. Или ты инвалид. Ну, не заработал ты себе. Ну, да. Ты идешь и снимаешь квартиру в ренту. Ну, то есть, у кого-то, то есть, у меня, к примеру. Ну, да, допустим. И ты мне нифига не платишь. Платит за тебя мне государство, а я тебе сдаю квартиру. И плюс, у тебя полетел унитаз, я обязан прийти его поменять. У тебя наеднулась плита, она плохая, я обязан прийти поменять. Но ты не платишь. 60 долларов, они с них 60 баксов снимают, там, чисто символически. И все. Понятно. Интересно. При этом ты имеешь все. Свет, горячая вода, ну, холодная, само собой. Интернет, все дела. Имеешь паркинг свой, имеешь машину. Офигеть. Понял. Очень-очень интересно. Интересный собеседник. Ладно, приятно было с вами пообщаться. Давай взаимно. Как вас зовут-то что-то все, что-то общались. Меня зовут Костя. Кость, меня Сергей зовут. Ладно, Кость, приятно было общаться. Много чего интересного узнал для себя. И давай счастливо, пока. Давай. Спасибо тебе тоже за общение. Будь здрава. Давай. тюрьму. 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 Дюйму. Тюрьму.